Всем привет, дамы и господа, с вами Алексей и YouTube канал Австралия Рулит. Ну что ж, друзья, я тут не смог отказать себе в удовольствии, отдохнул еще недельку-полторы, как говорится, уже в воздухе витает так называемая всемирная австралийская лень, знаете, австралийцы, хлебом не корми, а дай отдохнуть, тем более меня никуда не гнал, никуда. В общем, я еще взял, так сказать, недельку-полторы off от офиса, от студии, поэтому я не записывал никаких видео. Тут еще омикрон, как бы все ждали новостей, и тем не менее, Крисмос близится, лень, всеобщая лень уже чувствуется в бизнесе, в людях. Это у австралийцев не отнять, зато и любим Австралию. Кто еще более ленивый, русский или австралийцы, это большой вопрос. Ребят, ну я вот сейчас уже думаю, что я вернулся, так сказать, в офис, в студию. Не знаю, как дальше пойдет Крисмос, буквально через две недели уже вовсю идут Крисмос Пати. Я сам посетил парочку уже, ребят, ну уже постараюсь выпускать видео с прежней регулярностью. Раз в три дня, может быть, раз в два дня. Посмотрим, как пойдет, но не гарантирует, сами понимаете, Крисмос, Новый Год, это святое для всех. Ребят, ну что ж, новостей накопилось, море, да, комментировать море чего. Ну, постараюсь рассмотреть сегодня несколько вопросов. Как пойдет, посмотрим, чтобы не затягивать на час, сколько успею, столько успею. Ребят, ну какие у нас, во-первых, новости в самой Австралии? Да, кстати, несмотря на то, что я был, так сказать, в длительном отпуске, я, естественно, контакты был в Телеграме, я просматривал почту. То есть вся работа с клиентами, которая велась, она ведется. Ребят, напоминаю, подпишитесь в Телеграм, да, у кого-то есть срочные вопросы, мы всегда отвечаем через Телеграм, ссылочки в описании посмотрите. И подписывайтесь на чат в Телеграме тоже, не только на группу, чтобы вы могли, собственно, участвовать в обсуждениях и задавать вопросы и получать на них ответы. Для этого нужно подписаться не в группу Телеграм, а в чат. Это две разных ссылки. Ребят, ну что, поехали по новостям. Ну, в Австралии какие главные вещи? Во-первых, буквально вчера вакцинация одобрена для детей 5-11 лет. Фазер вакцинация. Все очень радостные, потому что для всех это благо. Так что, рептилоиды, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Детей уже закалывать будут в Австралии. Все хотят быстрее, быстрее это аппрубовал сделать. В январе первые, так сказать, вакцины уже пойдут. Там нужно маленькую дозу сделать детскую и еще какие-то изменения. То есть в январе у нас уже пойдут дозы для детей. Соответственно, вакцинация детей от 5 до 11 лет начнется в январе. Все очень рады и позитивны по этому поводу. Потому что дети остались незащищены, а теперь они, учитывая еще омикрон, с ним непонятно что. Родители просто писают кипятком, как они рады, что теперь можно и детей уколоть. Да-да-да, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Фашизм, концлагерь и безумие, сами понимаете. Ну что у нас тут внутри еще страны? Во-первых, на региональном уровне, да, правительство Западной Австралии, например, бац и закрыло опять въезд из-за этого омикрона. Аделаида объявлена правительством опять нашей этой, Сауф Австралии, да, ходспотом. Ну понимаете, это все бизнес as usual. А New South Wales правительство и правительство Виктории, например, заключили соглашение некое, да, что они не будут ни при каких обстоятельствах, опять, как бы омикрон не начал свирепствовать. Ну пока, опять же, понимаете, они сегодня сказали, завтра изменили. Вы понимаете, да, но на сегодняшний момент New South Wales и Виктория договорились не закрывать совместные границы. Как сделала это Уэстерн Австралия, например. И чтобы у людей был Christmas, чтобы бизнес работал. Ну понимаете, если границы закрыть, то это вообще труба. Christmas это самое travel-время, когда семьи воссоединяются. Собственно, я не знаю, большинство австралийцев, наверное, видят своих родителей именно на Christmas. Это тогда, когда мы посещаем, едем в гости к родителям. Это раз в год, понимаете, да. Если это людям возможность убрать, то, естественно, туриндустрия, индустрия ресторанов и всего прочего, что с этим связано, еще раз потерпит очень большой удар. Тем не менее, 18 случаев омикрона в Австралии на сегодня, да. Сами понимаете, никто пока ничего не знает. Все аферисты, которые вам говорят, что 15-го числа Австралия откроется, вы, наверное, уже в курсе, что как бы они там не кричали вам собирать чемоданы, да. Но сейчас введен полный бан на иностранцев в любых категориях, не говоря уже о студентах. Значит, никто сейчас до 15-го числа опять не может въехать, да. Значит, я уже там видел, мне дали ссылки на комменты Вадика, афериста, который говорит, что просто отвечает в комментах, кстати, ответы его за скринин, что он просто говорит, 15-го открываются. Его спрашивают, когда открывается Австралия теперь с омикроном. Он говорит, 15-го числа все будет открыто. Понимаете, да? То есть, а ничего, что сейчас через час может быть пресс-конференция, где-то там вспышка и ни о каком 15-м числе речи нет. Но опять же, может быть, кто-то меня обвинит в негативизме. Ну, окей, тогда те, кто меня обвиняет в негативизме, а не, так сказать, объективности на самом деле, да. Я говорю, то, что объективно. Никто не знает, уж тем более сраный Вадик, что 15-го, откроется 15-го в Австралии или нет дальше. Если она откроется, сколько уже раз говорить, я не знаю. Это для кого она откроется? Для студентов, конечно, нет. Она откроется для всяких бизнес и так далее. Кто платит деньги, а не для нищих студентов, которые несут 5 тысяч долларов в говноколедж Вадику и Петрову. Сколько раз уже об этом говорить, я уже не знаю. Далее, ребят. Вот это вас касается, да. Наши внутренние, у нас из штата в штат, ты не переедешь. А уж о каком открытии границ идет речь. Далее. Что касается реально вас, может быть, каким-то боком. Можно посмотреть на Англию, что творится там сейчас. А в Англии сегодня, новости я посмотрел полчаса назад, дневной прирост кейсов омикрона 50% по сравнению с предыдущим днем. Англия начинает закручивать гайки на въезд. А мы, почему для нас это важно? Потому что это идет по всем австралийским новостям. И Австралия четко копирует, что делают в Англии. Ну, нет. Я неправильно сказал. Она не копирует. Она, так сказать, мотает на ус, что делается в Англии. Потому что у нас совсем другая страна. Там остров, здесь остров. Но отношения у нас к локдаунам тоже разные. Тем не менее, мы все смотрим на Англию. И мы все смотрим на Европу. Сегодня я слушал нашу австралийского европейского информбюро в Европе, в Лондоне. Они говорят, что в Германии, например, сегодня голосуется в их парламенте вопрос о обязательную вакцинацию, обязательную вакцинацию для всего населения и запрет для невакцинированных на посещение общественных мест. Понимаете, да? То есть, вот где фашизм-то, на родине фашизма. Хотя, родина фашизма это Италия вроде. Но вы понимаете, да? Здесь не суть. Когда вы кричите, что фашизм, ну, об этом чуть позже. И что у нас тут концлагерь, об этом чуть позже. Из собственного опыта, кстати, вам расскажу. И, в общем, такие дела. А, например, в Голландии опять вводится... Не в Голландии, извините, в Ирландии, опять же, корреспондент сказал, вводится опять локдаун. То есть, по всей Европе, на самом деле... Кстати, еще что было сказано в этом выпуске, что вопрос даже не столько в омикроне, в Европе, да? Это тоже важно. Вообще никто не знает, что будет и что это. Пока информации нет. И данных. А вопрос в том, что там опять начинает накатывать волна Дельты. Понимаете, да? То есть, окей. Допустим, с омикроном ерунда. Пшик. Он не страшный. Окей. Но Дельта-то никто не отменял. Понимаете? В общем, ребят, когда вам кричат, что собираете чемоданы, заполняете анкету на Киви Петухейши, на приносить нам 5000 долларов, но у меня это вообще... В моем, так сказать... В моей градации ценности, да? И совести. Это просто за пределами, так сказать. Это просто за пределами добра и зла. Понимаете? Когда я такое слышу. Ребят, так что вот такие вот дела. И кейс хочу вам рассказать. А вы напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого концлагеря в Австралии. Значит, ребят, буквально сегодня прилетел мой знакомый из Москвы. Хороший знакомый, да? Он улетел неделю назад в Москву. Ну, естественно, австралийский паспорт. Гражданин Австралии. Никаких проблем. Вообще никаких проблем. Бумажку на въезд заполнил онлайн. Оттуда, из Москвы, когда перед вылетом, онлайн нужно заполнить бумажку. Для наших погранцов приложил, естественно, Pfizer. Он полностью вакцинирован. Это, значит, две вакцины Pfizer, сделанных в Австралии. Сам он держатель австралийского паспорта. Вопрос снял. Все. Вообще никаких ограничений. Вообще. Прилетел, вышел из аэропорта, приехал домой. Все. Не карантина, ничего вообще. Да? Где концлагерь? А концлагерь несколько позже. Так что сами смотрите. Естественно, да, вы скажете, а австралийский паспорт и два Pfizer. Ну, я вам практически в каждом видео говорю, когда задается вопрос, когда откроется Австралия? Стандартный ответ. Стандартный вопрос. Тупой, кстати. Стандартный ответ. Смотря для кого и смотря почем. Кстати, о почем. Билеты, он сказал, это те же 1200 долларов. То есть, ни на процент вообще не поднялись. Весь хайп сошел. Все. Это, заметьте, за... Это чуть-чуть перед Крисмасом. Сейчас взлетят, да. Но это всегда взлетает. Я удивился тому, что, когда он мне назвал цену в 1200 австралийских долларов, это как бы обычная стандартная цена туда-назад return flight. Вообще обалдеть. То есть, это говорит мне о том, что сейчас на Крисмас все поездят, а я в январе могу спокойненько отчаливать в любимую Европу или Америку. И Америку! И куда там. За инструкциями в Госдеп. Такие дела, ребят. То есть, вот это о, так сказать, где концлагерь, где фашизм и чем является австралийский файзер, да. И австралийский паспорт в приложении к австралийскому файзеру. Вот и все, ребят. А там... Поэтому ответ на ваш вопрос, когда откроется Австралия, как всегда остается открытым. Смотря для кого. Ребят, ну и... Наверное, на контрасте я перейду все-таки прокомментирую парочку новостей. Так сказать, из России. Чтобы, так сказать, для всех рептилоидов, комментов, да. Было немножко, так сказать, было с чем сравнить, да. Чтобы им легче было разобраться, где все-таки фашизм и концлагерь, и безумие, да. А где все-таки нету этого. А может быть, оно есть, но в иной ипостаси. Ну, понимаете, да. Значит, пришли буквально вчера новости по... Когда же все-таки одобрят спутник, да. Вот когда одобрят спутник, когда, знаете, да, политическая игра, Госдеп не хочет одобрять спутник. Читаем. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ, приедут в Россию для повторной оценки вакцины от коронавируса спутник 5 не ранее января 2022 года. Об этом РИА Новости, да, государственное агентство, информагентство сообщили в пресс-службе ВОЗ. В конце ноября представители организации встретились с сотрудниками Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ, который отвечает за распространение спутника. Компания обязалась предоставить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Предоставление данных ожидается к концу декабря 2021 года, то есть под Новый год, да? Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут предоставлены и оценены. Кавычки закрываются, цитата заявили в ВОЗ. В середине ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил агентству Блюмберг, что ожидает одобрение спутника в ВОЗ до конца 2021 года. Ну, что можно сказать Кириллу Дмитриеву? Да, можно сказать, что то, что он сказал, то а дальше это что? Отвечать, кто будет за то, что он сказал? Ну, будете вообще-то будут отвечать те, кому нужен спутник и отвечать за это они будут своими кошельками. У кого-то бизнес, кто-то не поехал, куда ему нужно было поехать и так далее. А ВОЗ, как говорится, говорит, ВОЗ и ныне там. Значит, данные не предоставлены, как они должны были быть предоставлены в ВОЗ. А, соответственно, ВОЗ не может, пока она получит эти данные, приехать и начать, так сказать, инспекцию этой вакцины спутник 5. Понимаете, да? И сколько вам врали аферисты, включая Вадика, что вот, я думаю, до 21-го, до конца нового года, до конца этого года, 21-го, да, то есть, грубо говоря, оформят спутник 5, будет принято ВОЗ. Сколько это вам он кричал, аферист? Чё сейчас? Вообще ноль! Всё! Вы уже запаковали чемоданы, ну, я не думаю. Так что, ребят, вот официально ни о каком принятии спутника, понимаете? Сейчас все на Крисмосе ещё и ВОЗе включая, да, то есть, сейчас все чиновники разъехались, значит, ещё раз, они опять скидывают себя, они могут эти документы не принимать месяцами. Вы думаете, вот этот вот Кирилл Дмитриев, они им не подавали документы до этого? Они подавали, они подавали, документы были поданы давно, но проблема была в том, что они были, не были поданы данные в полном объёме, то есть документы забраковали, понимаете, да? Отправили назад, и пока они не предоставят совки, не предоставят ВОЗу, БОСу, да, так как говорит им БОС, они могут сколько угодно гнуть свои пальцы, они сколько угодно могут кричать с экрана, что спутник одобрится завтра, но этого не произойдёт. И вот об этом первая, так сказать, не очень хорошая новость для тех, кто ещё не съездил в тур по вакцинации, не поставил себе нормальную вакцину для белых людей, как говорится, да, а ждёт спутник. Так что вот это по спутнику. А естественно, если у вас нет возможности поставить одобренную вакцину, то ни о каком приезде в приличные страны, вообще, не только в Австралию, вообще куда-либо в приличную страну со спутником никаких вопросов просто нет, да, чтобы вам не кричали аферисты с экранов своих говнофонов, да, типа Петрова или Вадика, что с по кучи чемодана заносите 5000 долларов на говноколледж, ничего этого не будет, понимаете? Так что думайте, включайте мозг. Ну и немножко, наверное, о статистике, которая, в принципе, всех шокировала. Я посмотрел все новостные агентства, экспертные мнения, включая, там, Шульман для меня, для многих людей такой в индустрии эксперт и прочих. Значит, 4 декабря читаю, цитирую, Росстат цитата Росстата. Еще раз для рептилоидов, да, рептилоидов, напишите в комментах, чем вам Росстат, может быть, не устраивает. Это единственное государственное вашего государства, Россию, официальный орган, который публикует статистику по ковиду. 4 декабря, два дня назад, Росстат, в октябре в России умерли 74 тысячи, 893 человека с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии, вообще с начала всей пандемии, два года назад. Об этом сообщил Росстат, кавычки закрываются. То есть, я тут иронизировать не могу, естественно, в октябре поставлен новый максимум месячный. В реальности, читаем дальше, я взял статью с Медузы, но они везде, и уже куча комментариев, где угодно, куда ни ткни. Значит, дальше, что в этой статье? В реальности от коронавируса умерло еще больше людей. Официальная статистика регулярно не учитывает часть умерших и переболевших. Ну, очевидно, да, статистика. Избыточная смертность, да, есть еще термин, другой, можно оценить. смерть тупо по избыточной смертности, сравнивая с предыдущими до-ковидными временами. Так вот, избыточная смертность, смертность в октябре превысила 100 тысяч, и это тоже рекордное значение с начала эпидемии. То есть, естественно, избыточная смертность коррелирует полностью с официальной статистикой Росстата. Да, причем избыточная смертность, подсчет по избыточной смертности во всех странах производится. По ней можно тоже определить, сколько умерло от ковида. Значит, дальше. Избыточная смертность в октябре превысила 100 тысяч, и это тоже рекордное значение с начала эпидемии. Всего с начала эпидемии избыточная смертность составила почти миллион человек. По этому показателю Россия опередила США. Россия помесячно опережала США, причем разговор об абсолютных цифрах, неудельных там на душу населения и так далее. То есть в США население в три раза больше, чем в России, а в абсолютных цифрах все равно избыточная смертность меньше. Миллион человек, почти миллион человек умерло от ковида в России. В октябре в России впервые с начала эпидемии коронавируса избыточная смертность за месяц превысила 100 тысяч человек. Такой вывод делают ученые после обработки данных Росстата о смертности в октябре, опубликованных 3 декабря. Скорее всего, в ноябре рекорд смертности был обновлен, а число избыточно умерших за время эпидемии к началу декабря уже превысило миллион, потому что сохраняется тренд. Россия по абсолютной численности избыточно умерших обошла США и таким образом вышла на второе место в мире после Индии, по которой, однако, есть только неофициальные оценки. Ребят, представляете Индия, там сколько населения, там миллиард может, побольше, и разговор об абсолютных числах, да, неотносительных, то есть Россия на втором месте после Индии, вы знаете, как в Индии живут, да, там две трети населения испражняется в ганг, просто, понимаете, да, и обогнали США, на втором месте после Индии, Индия первое место, там на кострах жгли, помните, да, все эти кадры, ребят, ну, в общем-то, кто успел, тот присел, мне больше нечего добавить, вот это, как говорится, вам для сравнения новости у нас в Австралии, да, где фашизм, диктатура, концлагерь и безумие, да, и во плоти демократии, суверенной демократии и во плоти стабильности России, да, ребят, больше иронизировать на эту тему не буду, на сегодня все, спасибо за внимание, надеюсь, что буду выходить в эфир, как и прежде, до отпусков каждых 2-3 дня, ребят, подписывайтесь на телеграм, подписывайтесь на группу в фейсбуке, ссылочка в описании, всем спасибо, пока, peace.